ну что друзья привет мы вновь в прямом эфире мы и мы в шоке и вы в шоке и все в шоке дорогие друзья вторая карта противостояния виртус про и старт джи начинается на новом паче 686 круто как его замечательно только я походу не в том лобби был так ты не зашел и я ее не увижу да видимо комник таком было единственно лобби подожди у тебя игра не загрузилась ради нет что делать у удача ну я понимаю особых вариантов у нас нет ты сваливаешь короче ну видимо да беда 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 у нас точно дело на делай стоит блин как так выбор такого ну короче там было два лобби одно было с админом другое без я зашел в то которая с админом я был неправ блин ну ладно черт с ним туда на третью карту если она случится вдруг зайдешь да буду сидеть мониторить ну что ж ребят ну в общем такая ситуация произошла mail у нас не угадал в лобби не выиграл в лобби можно выиграть фармлета можно выиграть вот у нас mail в лобби не выиграл и к сожалению в этой карте он принимать части не будет ну ладно черт с ним будем сами как-то разбираться в общем друзья нововведений куча карта новое все изменено просто хочется кричать от того что в такие моменты этот патч выходит во время какого-то официального матча на квалификации довольно серьезный турнир причем в серии в середине серии выходит этот патч ну что поделать вальвам никто не указ поэтому нас они захотели выпустить сегодня значит пустили сегодня так уж получилось что старки и в.п. ну кто-то из них будет страдать собственно кто-то окажется выигрышной ситуации причем также напомню что у года случились проблемы в первой карте с интернетом он так отключился и до сих пор видим не восстановил свой интернет поэтому вместо него будет стенденить товарищи заром на миде ну что поделать что поделать такая ситуация ладно будем разбираться таки друзья я вам предлагаю сейчас довольно наверное лучший расклад для просмотра этого матча вы сейчас аккуратненько в браузере открывайте страничку с патчем данным ваком где написано все изменения и вместе будем с вами следить за дрова нет 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 но почему он первой же карте фнг этот эрф спирит я я я хейтил я его хейтил этого персонажа в пабликах ненавидел когда кто-то из игроков его брал потому что это супер какой-то обузный персонаж но об этом знает прекрасно фнг и он его забирает на пп после бана гирокоптера эмбер спирита queen of pain и spirit breaker а ну что будем смотреть на спирита окей это будет как минимум интересно конечно перед тем как был добавлен в cm мод он подвергся некоторым изменениям уменьшен его прирост интеллекта с 2.4 до 2.1 область оглушения с болдер смешу там уменьшен тоже на 40 вот и притягиваться из на киров невозможно с помощью геомагнетика крипа если не так анимских вот такие вот изменения тени забирают старки вот так вот и инвокера ну вообще предугадать какой-либо пик сейчас практически невозможно потому что у капитанов есть свои мысли по поводу изменений героев и каких они считают стали более имбалансным более об этом они будут выбирать но окей мути не особо не меняли кстати говоря да под изменили пассивку но не особо критично что касается инвокер бакер теперь у нас на первом уровне уже имеет возможность что-то кастовать вот ультимейт у него уже на первом уровне вкачан автоматически вот и улучшается теперь на 6 11 16 уровне соответственно какой остальные герои на такие вот расклады ну что хорошо тени инвокер первый пикер в спирит от ребят из вирту спор ну что фнг чем дальше будешь радовать увидим ли мы поджа например какого-нибудь внезапно или обновленного суперского кого вот например тут все обновленные суперские даже не знаю хочется увидеть такого героя которых мы вот в предыдущем мете предыдущий патч не видели очень хочет ну да уже пошли в твиттере очень-то сообщение было спирит из раев пирс пинге в твиттере просто когда он себе забрал ну а что поделать что поделать в этом герой он знает толк судя по всему ну и стоит какой-то вообще в спирит каким он будет в этой игре это будет суппорта будет оффлейнов спирите даже не знаю ну наверное лил на нем откатает а может быть образ ну вообще я читал твиттер фобоса если не ошибаюсь он краски сегодня писал ребятки в твиттере спрашивал а нет ли каких-нибудь задротов наверх спирит а мы знаем что фобоса там так давно обучали игре на бурдмазер да там опытный задрот на этом персонаже может быть хочет он также обучиться на распирите уже придется а так как герой добавлен в c-мод вот но учился ли уже к этому матчу или все таки лил там умеет а может быть сам фнг исполнит на суппорта в спирите вот вопрос какая лина пока лина хорошо но к линии мы сами более-менее привыкли да я тут сразу посмотрю что мы изменили не черташенькие линии поменяли судя по всему ну и хорошо ладно у нас хоть и стеки герои как по которых можно не кидаться в очень лог и не читать об их изменениях на это тени ли нам более-менее герои с предыдущего патча собой не изменились хорошо минус бруда минус терением словно но еще по дому герой будем будем вычеркивать skype 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 что-то шумит майло еще подает признаки жизни ладно минус darkseer и ну что буки могут скрывать вторую стадию драфта ну вроде как вот он сейчас более-менее скорыми определился его картине но скорее всего сами ожидает какой-то медовой инвокер и какие-то кири тени собственно для буки и на импи соответственно ну вот суппорт нужно будет убирать не дай бог этот спирит еще и затащит сейчас ну как не дай бог то есть конечно я думаю многие из вас болеют за борту спро и вы пикань там не набрали верить то что они победят но если распирит выиграет и причем будет тащить реальную игру на себе то ожидайте этих спиритов в каждый паблик игре а это это уже плохо вайпер минус тем временем от буки ну что давай показываешь придумал да ребят измене крайне много поэтому я заранее извиняюсь если где-то какой-то момент я просто-напросто провтыкаю потому что но вот сейчас запомнить все но практически невозможно я один раз его полностью прочитал но это довольно бегло просто прошелся глазами вот а измене действительно очень очень много я буду по ходу игры конечно смотреть так что если что-то интересное вы заметили обязательно пишите в твиттере что-то возможно и прочитаю так вот как раз таки поводу бэйна все что изменили ему просто уменьшили скорость передвижения с 315 до 310 и я думаю не совсем такое уже жесткое изменение там не был герой как был сильно так и остался на линии будет довольно серьезно мешать так начальный урон джакиро увеличили на 7 джакиро типа начала бы посерьезнее бить в принципе не то чтобы прям супер какой-то серьезный об этого героя но тем не менее видим третьим героем фнг его забирает мы джекернаута вроде как не меняли ну что что фнг что дальше спирит джакиро лина понятия не иметь герои здесь будут расставлены вообще ну и он даем ладно хорошо к этому герою мы с вами тоже более-менее привыкли так что мы с ним случилось а потом что он фиксанули урон зомби уменьшили на 2 что в принципе не так серьезно увеличили награду за уничтожение от этой томбы подняли довольно прилично на полтинчик на последнем уровне прокачки и теперь экспириенс том что он не дает мод опять же не бог и что не супер какие-то серьезные изменения а где герои который хочет серьезно поменяли например вообще героев которые очень сразу поменяли и сразу убрали из цему таки как вот там еще несколько персонажей них мы сами пока в цель моде не увидим так как и в интервивер ну например тоже для контропа забанили может быть мы увидим сами террор плейда еще дисраптор минус ну вот некуда террор блейду старком уже ставить у них все коры практически распика надо хотят всем ясно как пути не локер себя исполнять может вообще тени суппорт может быть это оффлейн тени непонятно пока и кентавра добирают себе ласт пиком но кентавра особо не меняли насколько мне известно ну и ласт пик от пнг суппорт вроде много над кого-то херокиллер брать убийцу убийцу формилу убиватора персонажа для солен то нужно что можно подчеркнуть то что спирит скорее всего все таки будет здесь пор там как ни крути да все-таки роль оффлейнера займет какой-то андайвинг очень похоже на какой-то пушащую триплу в харде на какой-то ранее агрессию давление стороны team вирту спрос учетом их пика ну вот что такое выигрывающие за первые 15 минут очень пик у них похож я могу ошибаться но вот герои такие которые ну довольно нежадные все-таки до фармите много не надо и много нюхов могут дать да это будет пуш это будет самый настоящий пуш потому что shadow шамана добирают нас пиком сейчас пнг ну и shadow шаман тоже несколько там вещей было бы изменено сейчас посмотрим что конкретно так а суммарную урон увеличили чем довольно серьезно 60 на последнем уровне прокачки и теперь барды уничтожается балла не за какой-то конкретное количество здоровья там было 150 по моему что ли лист 20 вот а теперь точно два удара нужно по каждому вартишку ударе чтобы его убить ну что ребят ребят разбирает себе героев обе команды готовы показывать вам свой перформанс на новом патче и будем смотреть конечно вводим хайп дежурку ребят всем рассказывайте друзьяшкам своим где-то пишите в соцсетях что мыл вот профессиональная первая игра в новом патче гоу-гоу смотреть кидайте им ссылку на азубу тв и поехали поехали может быть будет эта карта единственная в рамках этого на чем может быть и будет 2 я конечно стороне то что побольше такой дотки посмотреть но посмотрим 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 так в общем то уже начинает разбегаться по линиям ставить варды фнг решил исполнить дан деньги кто же этот самый лил то лил задротная в спирите судя по всему как и в случае этого героя себе уже забрал так рошанчику прописали конечно же шапочку и без этого никак ну и собственно смотрим смотрим сразу и обследую карту боже боже что с ней сделали как ее зародовали эту карту почему почему так плохо почему так непонятно вот эти вот новые проходы и выходы что вот это вот короче ладно я буду привыкать я просто я честно признаюсь вам новую карту еще не видела я вот вместе с вами часы буду обозревать забавно ужасно забавно непонятно ладно поглядим чем-то что тут в лесах намудрили тут какого-то спуска нет левого тут спуска нет окей все кажется почему-то новым непонятным немножечко теряюсь и даже потерялся мне ну вроде все ок а вот этот проходит появился какие-то дополнительные спауны крип общие должны быть вот в этой точке кстати говоря бордец обратите внимание да фнк то шарит по моему он тут заблочил спаун целый между прочим ну такой бар поставили ребята из так чего эти на сервер был так на тканге на топ линию снизу тоже вар был поставлен старками ну что ж разбегаются то куда окей инвокер скупил себе первые фэйри фаер но я надеюсь я правильно прочитал но вот так вот можно использовать его моментально 75 здоровья будет у нас восстановлено интересная штука ну как и чат от банка восстанавливала мп да так же вот это вот фаер будет восполнять 75 хп ну и плюс ко всему дает статичных плюс 2 урона этого уже плюс 4 только с двух этих шмоток ну что ж интересно плюс ко всему через экзорты пошел инвокер с демоджа 40 у него должно быть очень много покачал сразу санстрайки видим уже на втором уровне у него имеется алакрити но все круто этот обновленный инвокер уже может разбрасываться своими способностями на топе так там сален на шаду шамане очень интересно засыпывают его пытаются убить пытается это помочь также лил размениваются пхп ну кстати говоря ребята из вп не особо знакомые так понимаю с новыми артефактами и не закупили их вообще куча айрон бренча всяких там подхилочек и так далее но вот этих вот фэйри фаера нет а вот окей цуа и на эфи они они шарят так по новым ли сам бегает из пнг-шка с фобосом на флэне они ну раз пик взяли такой и virtus pro понятное дело что они ничего еще не знают об этом патче еще явно пнг не обдумывал какие-то супер крутые стратегии с новыми обновленными артефактами например да или героями апнутыми поэтому просто взял строгий пуш посмотрю насколько он будет реализован ну старков герои более такие скажем по фармить где-то потом лете подтащить скажем так сдается мне что придется немножко потерпеть когда вот начну довольно серьезно кушать в п контроль цару на избываем появляются новая руна руна волшебства которая там убирает колдаун 30 процентов срезается и ману нужно будет тратить от процентов меньше если не ошибаюсь на это они пока у нас еще не появилась есть была руна руна пока стопка все стандартно сапог приобретает теперь на импи так или уже пошел закатываться посмотрите на ипи залетел под стан тут же в инвиз прячется ней все в порядке до избежал то атаки агрессор лил уже попытался первый раз шокер на вести килл организовать что как он здесь не появляется интересно вообще имеется возможность довольно неплохо здесь делать стаки для оффлейнеров да вот новой версии карты смотреть пока на линии тяжело там где-то виние отпушилась ты забегаешь сюда делаешь стак какой-то отходишь обратно потом кто-то из коров приходит и фармит но звучит разумно поставили центр кстати говоря об сервер можно будет убить но не заглянулся в алекс и девардиком не занялся там теряем сны на нижней линии окей цула страдает томстоуна дает слип и совершается мобильство максимум из возможного этой ситуации он сделал противнику 1 бат не отдал суицидился все окей я мог фаера завязать наверно хп было бы побольше на 75 и сразу наверно погиб под тамбой зомби кито просто растерзали ставить еще один центр и код фнгшки максимальное количество спаунов заблочено ну да вот здесь тоже такой есть спаун у ребят из дайр можно тоже делать отводы хотя все таки далековато если посмотреть чтобы отойти сделать стак нужно как-то вот так вот приходить все-таки рейдинг то немножко попроще смещаться на мой взгляд чтобы здесь делать таки по новым спауну но это одна это все конечно оффлейнеры будут тестить вообще оффлейнеры с очень похоже что будут лесниками скоро использоваться как не герой который будет значительно стоять на линии которые будут фармить леса ну поглядим до клейл пошел контролить фуну активно юзается вот этот вот роллинг болдер богатство забрал так причина это пробивает с помощью колд снэпов очень больно лил как же уходить откидывается с пока с помощью смеша и все равно не выживает ферс бат ну и руну забрал конечно и ответил собственным здоровьем погиб бывает так ничего страшного ну что лил тоже оценил возможности нового фейри фаера скупил его оставить хилинг вард и снизу смещается ребята из virtus pro фанга здесь фобос рядышком также лил готов нападать залетает ставит стом стон буги могли быть проблемы но стоит у него хилинг вард поэтому скорее всего не убить окей цио пытается выжить дал брейн сапа но под действием там был просто наоборот и погиб фраг забрал найк что ответили и в миде сейчас будет атака на зару зара зара проседает колд снэп и он чем засыпает в алекс подкидывает тосом еще парочку ударов с руки пытался хилить сазара но это его не спасло не помогло достаточно количество хп он не отрегенил итоге погибает ну что ж хороший выпад от тинька в алекс ты так понимаю позиционирует себя вообще как какой-то суппорт семи суппорт что ли он бегает не фармит а больше оффлейнером является здесь товарищ трик сеньким давле ну и пуш вот тот самый пуш в разгаре от virtus pro начинают они давить на tower есть уже второго уровня прокачки liquid fire крипы съедаются очень быстро лил помогает ну стандартная ситуация для текущего пика сайлент конечно оставляет один на один скрипами все-таки ему нужен лево чтобы появились мастер пен партс который тоже потом практически будут установлены и уж лишь только усилиться в исполнении virtus pro на что товар смели конечно такого пуша 2 довольно сложно опять же видите подцепили здесь зару зара подставляется нефи через колл снэп очередной раз делай фраг но и тени все-таки его роумящие такие движения не остаются без внимания и все-таки довольно грамотно перемещается о вот она руна та самая руна аркейн руна это окей хорошо сейчас посмотрим как это будет работать а ну-ка в алекс ну-ка за юзайка покажи как это должно действовать давай давай вперед мы же все в внимании мы же хотим в действии увидеть первом профессиональном матче на новом патче как работает это аркейн аура вперед алекс юзает джаз дует алекс пока не хочет алекс может быть часам пока в альтабе где-то читает как это работает рунта взяла что вот с ней делать большой вопрос хорошо фейзой окера так так в алекс кто заходит он не заходит а там уже там уже он дайник есть silent выходит silent рассказ пошел в алекс прокат салента пытался убить сразу же подхиливает в нгшка неплохо получилось но колцепа салента будет добивать поздно прилетает сил помочь не сможет хотя пытаются убить трикси томбу убили а трикси отстанивается приходит бейн брейнсап обседает в нгшка в алекс активировал руну и погиб сразу но в алекс ну кто так демонстрирует первый аркейн аура в профессиональной доте кто юзает и умирает сразу так не работает там тем временем нэмфи страдает ливущий выживать каким-то образом жесть хп осталось но не так долго он жил окей цо подтянулся сделал килл в итоге разминку это сумасшедший получился 2 в 4 выигрывают драку ребята из старк но там изначально все пошло плохо потому что потянулся кентавр за счет своего астампида из танчика рассказ то сделал дело и пока старке все-таки немножко впереди но так вот просто пушить не получает сален окей мангу сажал зацепился варды хотел проставить но валик здесь варды все-таки были проставлен окей цо он не зажал окей цо все равно помирает кентавр тос это почему-то в алекс на месте сален пытался мансить дал хекс покажи в дикей на развороте триксе получает сален сален убивает тени и мог на убить даже 3 как же неплохо размансил здесь сален триксе расхастовался убил сален то погиб сам трипл килл сделал сален каким-то образом вообще невероятно ситуация где он должен был просто-напросто погибнуть он еще сделал трипл килл перед своей смертью очень неплохо было сыграно но при этом конечно варды были потрачены не на пуш тавера и строение пока у старков не падают но тем не менее денег денег неплохо отыграл аленд топа над force своей команде он вышел ну что ж здорово ну и статсмен наш товарищ перроне он конечно дает нам стату что ребят но это абсолютно правильная статистика ни один из текущих героев в этой карте не присутствовал в этом патче еще ни разу стата начинается прямо здесь сейчас она записывается вот этих игроков со парка и они сейчас будут ну так называть диктовать моду будет а что пуш решили нам продиктовать виртуз про ну вот сами пошел спин на нэнфе есть hex хорошо дальше вот шейкос конечно zara здесь там прописывает будет и лакуна blade забираются рассказ пришел в алекс вас помочь дать эволэнш но этом собственно и все помочь с этим это не получилось отомстить тоже ну и ганг получился довольно успешно сами покупает себе аркейн бутс 160 монет сейчас помедленнее в общем-то на любом из видов сапогов можно бегать героем потому что у основного путь успеем мы убрали 5 единиц скорости передвижения вместо 50 стал 45 естественные арканы стали давать по меньшему спида он такой это для всех героев едино поэтому я думаю не особо будет заметно партифактам тоже было довольно много изменений артефактов новых было много добавлено все а для одного патча надеюсь что часть из них мы с вами поднаблюдаем в этой игре так митте временем попытка убить шакиров обос проседает но пока все что хорошо получается сделать у старков это комбинировать инвокера и тине несколько таких точечных фрагов было сделано чем довольно быстро и вот новые варды от сайлента которые пропушивают тир-1 на топе дефить пока никто у старков не собирается ну что вп на руку конечно правда при их агрессивно пушащий стратегии актини аркейн ауру подобрал буги раскручивается хочет как-то за суетавр отомстить приходится окей цуа финс гриппа пока нет на развороте сайлент прокастовался буги лил дал сайлент буги очень хочет ультануть но не может потому что это эвол спирит тот самый спирит которого ненавидят практически все наверное кроме тех кто пустит на этом герое и смотрите он еще останавливает на нереальном g3x и убивают а как так что творит этот герой удалите его из своя мода прямо сейчас после этой карты пожалуйста пожалуйста лил не тащи на этом героя потому что весь паблик будет заполонен просто этим спиритом пожалуйста но пока лил отыгрывает четко но чувствуется чувствуется что рейтинг поднимал он как минимум несколько раз на именно этом персонажа может быть тыщенка рейтинга как раз таки благодаря этому персонажа была апнута лишнее всяком случае лил неплохо неплохо катает на 1 9 об интересе на то и правда сайлента загулявшую немножечко подъел купил себе blink silent все окей так пути не кого там была аркейнаура где она покажите меня и увижу в действии сегодня нет пока видимо нет новых артефактов пока не закупается мы видим полный стандарт идет обливаем став и о аэрон талон вижу так поехали читать аэрон талон но это то что собирается и сквилинг-блейдеринг протекшен и свитка стоит по моему суммарно 500 монет да и в общем то позволяет тебе там заблочить сто процентов 40 процентов милишный дэмэдж 115 процентов есть шанс и какое-то количество урона блокирует ну короче для фарма в лесу по моему идеальный артефакт но для лесников при этом брони довольно неплохо поднимает видим что плюс 2 есть единички с рингов протекшена ну почему бы и нет для фарма то что нужно в лесу тебя не убьют больше он ни во что я так понимаю не грейтится да это просто аэрон талон ну рано или поздно придется продать так мид попытались виртус про выйти чтобы табор под пушкой заяц и глиф не хотят таки больше уросовых отдавать лил дает не самый качественный смеш сален по трикси табор таки не отдает же гернат но смог его знает ставит стоум стоун и пытаются уйти старки унести свои ноги продолжают погоню в п надо бы чем-то подцепить оцеплять пока нечем нет юлов блинк был у салента но он прыгать не стал ну что опасно было на рашан сразу пошли так партия сохранили до варцита можно завязать побольше бабок за нее по идее должны давать четвертого на 50 голды больше заработали ребята и старки чем если бы они играли в 6 85 но такая же она не добивали смог на смог какой саленц по троим узкий проход как же сейчас больно будет старки вдвоем отъехали ай-яй-яй-яй-яй как-то тут встретили виртуз про и погоня то продолжается лил первый возглавляет это движение до преследования противника кидают очередной смеш не сцепил окей цуай с папом тоже не попали сален ворвался на блинке но потер два уже смотался бэйн но спит все-таки немножко порезали все равно довольно быстрый парень убежал но 2 качественные кила сделали вп правда рошан убить им так и не удалось варежки были проставлены рошан так и стоит на месте в общем то нужно будет ожидаться новых серпент мордов вот тут сообщается говоря что лил сегодня папочки покатывал с утречка если вы смотрели дневные его папочки утро дневные там у нас перед уже практиковался поэтому в общем то и видимо просил своего капитана твоего героя с ну умеет умеет это мы уже с вами оценили кейн бутсисе покупает есть и чант манга левел восьмой turn of shadows стандартный запак для роумящего персонажа сара юльчика пока нет бегают в нг фобос в чужом лесу поставили гостиный вард вообще конечно сейчас всем нашим великим гайд мастером которые пилят в пилит различные кайты по героям по вардам прочим нужно будет все свои гайды менять к этому вернемся вопрос попозже с аль на те времена остается без мп неплохо про каст от нефи но удается ему заюзать так понимаю не стики даже арканы он заюзал да и подвязала инвокер убили его в результате пытается дальше настигнуть в алекс но в алекс ходит так вот потому что местоположение карты модифицирована была местоположение вардов теперь тоже немножечко будет изменено и все все возможные гайды по вардингам нужно будет менять что ожидать в скором времени гайд по вардингу от нс или джазик да и вообще это будет арк вардом между прочим появился тоже нужно обозревать вот информация пошла полила в общем-то играл в пабе 7 раз вот и выиграл всего лишь дважды но через тернии в общем-то пробирался лил к тому чтобы зазвездить скажем так в текущей профессиональной карте профессиональной игре так что опыта набрался полный рот нормально поби так и нужно побиты получаешь по щам а в профессиональной доте потом раздаешь что все четко ну чтож очередной раз у нас virtus pro смещаются на рошана попытка будет забрать его в конце концов рошан кстати говоря тоже немножечко изменили я думаю вы прочитали этот момент что теперь они добавили дополнительных томов спида хотя анимацию так и ослабили ну в целом это кроша на в плюс он стал более боеспособным в том плане что не так просто замерить его скорость но смотрите казалось накинули liquid fire а бьет он как надо пьет нормально тоже раздает такой рошанчик капюшончик каким по нему соскучился поэтому рошану с модной шапочкой маша над и сливает выложил талисман назаров и мой эгис достается если не ошибаюсь раньше вообще шапочку давали тем кого егис на голову сажали шапочку почему если не шапочку ну ладно так и свой товар давать не захотели virtus pro мы стали моментальный тп на тир-2 погоня за противником сразу же буки делает вот так вот бфюриды паут остальные тоже разбежались ну что в целом пока все по плану идет у virtus pro немножечко по замедленному плану до на 16 минут они с вас только 3-1 товара вот пора боже наверно тир-2 что делают карте лил харди противником пинается зары так стенды нет новичок считает и вот так вот так что думаю должны ускоряться вп и уже начинать делать акцент на сносе тир-2 творог потому что имеет возможность арки может подфармить уже есть орхи тун эмфи мы видим яшу буги все-таки получает нам какой-никакой но фарм понетворцу держится на 3 4 5 на 3 4 позиции код героя кентавр на 6 кентавр там блинк сейчас появится ну то есть уже будет тяжелее как просветили тир-2 на эмфи смешем за сален сили подстанили сайл интервайд также зараз здесь за комбинили свои прокасты и в итоге растерзали бедного инвокер который пытался гулять так гулялся ну что ну и снизу там тир-2 пытается сплить старки прекрасно понимаю что против такого движения сейчас ничего не сделать есть иллюзии у лины как я опять в действии не увидел это arcane руну пожалуйста кто-нибудь кто-нибудь покажите в этой карте потому что если вы сейчас выиграет мы с вами будем смотреть новый патч только на ватсад кстати дорогие друзья напомню пользуясь случаем что буквально через там 45 часов уже стартует первый матч его за 1015 комментироваться будут на нашем твич канале обязательно смотрите не пропускать игры на новом патче с топовыми коллективами спать ну спать вам будет немного времени 3 часа буквально кто смотри дотку так заходите к гранте р-3 уже снесли врывается трикси стампит то не прожал его сразу никаких сил его нужно убивать от того как прожал сампит понимают это прекрасно стопит он прожимает не смогли под фокусить однако за счет том стона прогнали противника ставить старт надо имп на развороте от эмфи зар довольно серьезно проседает поднимает себя в юл имп он сэмейтел дальше что будет делать здесь аркейна аура залетают дикей подняли джиггернаута пытались посадить его на айс паф но он провязал блэд фьюри лилхарди поймали финс грипп на и тут же подхиливают с помощью сол рейпа дальше прокасты ультимейт от лила очень больно ребята и старк пытаются уйти джиггернаут не ушел помер сразу же сделал байбэк ну и в п нельзя нельзя распадаться в разные стороны они динам пулаком сильны убили бэйна бэйн тоже сделал байбэк и нужно текать разворачиваться потому что сторону снесли и все получилось очень даже успешно до старки старки против этого пуша пока ничего не могут сделать очень тяжело ну таким единым кулаком заходят в п и куча нюков у них вот этот сайлент этот позже этот эбола спирит что он творит просто по всем дает свои рассказы ничего с этим нельзя поделать я так понимаю старки в игре против этого спирит вложения особо опытный есть я подозрение что этот герой будет один из тех кто выходить на ферст банк первое время так точно играть против него не очень хочется к сайлентере не врывается просветка прошла но не в рейнже оказался на эти форстафы пошли какие-то опять смеши сайлент на валик сайт акти не может просесть но сайлент здесь один остался сайлент пытался уйти на блинке тоснули буги на него сайлент как уходить да нет возможности колстой по получил и погиб ну так не особо ловко здесь получилось в п сыграть отдали своего керри если можно так назвать шаду шаман да керри но зато снизу немножко подпушил фобос есть у меня ил так я прям вот очень прошу товарищи в п или кто-нибудь купите нам новых артефактов чтобы посмотрели в действии потому что есть тут еще вот такие айтемы как dragon lens правда в текущем пике от virtus pro это артефакт собирать некому фактически еще что-то должно быть вот айзер лэнс кстати говоря плюс 15 сопротивлению маги об этом можно подумать так много но в итоге вы по перемещаются пока вниз и будут продолжать свой пуш свое давление теперь уже по нижней линии но сайлент посрадился пришел на мид его можно здесь убить палец уже наготове но нет сих пор блиндагера бегал тени поначалу очень даже неплохо неплохо ромил делал фраги на заре но потом темп сбавился он начал умирать и клинка увидим на 22 минуте у него нет очень плохо ворваться формально не может будет и времени сплит пуша топ линию до пиры искусил скрипов слил пытается снести тир-2 сразу и зайца стампит сайлент довольно серьезно подал нефи откидывает стэнфи всем чем только может сайлент просил части хп мп потратил но здесь вот фобос не ушел финс грипп его поймала кейцо и отправил в таверну неплохо играют сейчас тарки потому что снесли они тавор убили снизу героя свои то свои тавора не отдали ну и blink получает себе как раз таки валикс что муджаггера 2 200 но есть преимущество сил тьмы у virtus pro 7000 монет но самое главное конечно же преимущество это снесенное топление большая главная боль стак но посмотрим как будет дальше события у нас разворачиваться очень интересно что покупает себе товарищ трикси это худо в дефенс который теперь можно юзать на себя это способность которая активируется примет который активируется и дает на себя щит если пайп дает на всех то худо это себя если нажать так аркин руна хея во 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 все джаггер так взял все на 30 процентов у него кулдаун уменьшился и монокос на 50 процентов можно омнислэш зарядить всего лишь всего лишь 37 мп но не круто ли красная тема нужно мне сразу заезжать и чтобы куда он уже пошел это будет нормально но 50 секунд всего лишь действие скоро закончится уже наверное больше всего рад такому в такой руне будет товарищ инбокер ему наверно нужно ставить ну кулдаун на 30 процентов это довольно серьезно так взлетать или на триксе пошел айспа в триксе пока жив но вот у его худкаешь помогает ему жить слишком большой резист получается с потерянием магии никого тюну уже пока что команда был бы тоже неплохо ну держится как могут старки пока держится а прессингует в пм товара хочу хотят все подъесть у них осталось вот тир-2 на миде тир-2 снизу шоу триксе снова произвел на себя худ есть форстафер спирита тут в эллов дискард хедресс и ринков базилис говорят нам о том что будет покупать влад мир ну абсолютно пушащие артефакты собираются просто поставить дальше у лины есть уже аганим что тоже круто сален тоже пытается купить себе аганим ко многим в этом патче героем стали применимы аганимы немножко даже видоизменены некоторые способности новинства тире не будет просто авторе триксе как же подставился айспа франсказный худ ведь не поможет лагуной просто прибивает его за расставить стом стон нет возможности тарков как-то помочь своим тиммейтом больше более того на эфи сам подставляется под шеклс ну и поставил хеллинг в артбуке но это тоже не спасает и минус 2 делал на месте ввп ну на форстафах отлично сыграли по моему сален успел среагировать нагло у трикс который подходил и брал на себя крипов форстафнули очень быстро убили ну что ж инмокер сделал байбэк три героя не имеют байбэков у старков заходит в алекс опасно по саленцам опять на куда же ты лезешь в алекс айспас есть торнадо будет ли жить будет ли жить нет не будет арс перед его снова добивает барды на хайграунде падает тир-3 юзается гли фортификейшн и ну и что ну и опять терпит старки опять терпит тяжело очень тяжело как дефать что делать база горит ну и вот сейчас заход от рикси по четверым стан туда же пластом не слэш как они раскастовываются минус 2 уже сделали фнг можно убивать фнг тоже минус тини там сделал байбэк до этого зара падает минус 4 в исполнении старк и 5 тоже можно убивать это полное вытирание пятерых мужчин от старков на виртус про отлично сыграли старки боже какой врыв от этого кентавра по четверым фантастика 3x и как же ты отыграл возможно уже конечно поздно возможно это в карте ничего не изменит но сыграно было фантастически красиво красиво можно прямо вспомнить чатик красиво в итоге далее по щам в пм отгородили их от своей базы медлине все-таки не было потеряно хоть и остались под парака ну и старки пошли пробивать тир-2 мактимейт орбом завелся же кирнау скоро появится манта стайл пай покупает на команду кентавр ну не мудрено после такого врыва и готовы дефить свой тир 2 фнг пришел дикей дал тарнадо в ответ хотел получить но успел уйти от него тоже отходит пальцы пункт бустер лила гонимся захотел купить ну чтож здорово ну и по нижней линии пойдут т.п на но в этой карте в общем-то мы сами не увидели насколько юзабельны стали новые спауны нейтралов никто и даже не попытался заформить как неправильно гентавры спамят почему-то них по деревьям находятся в общем-то но видимо видимо этом сами на вца увидим хотя еще парочку таких замесов от стак поймали бэйна бэйна тем временем растерзали потягивается фобос сюда же влад мир уже готов курьере он есть сейчас прилетит но и сплетит рикси мы все-таки не забываем силу пика старков более поздней стадии игры игры так да там будет раскачаны чекернау там тени так далее они будут все таки связок и прыгать бывает будет сильно и рано или поздно там будут собраны пока башки уже не так просто ну понятное дело задача сейчас этого расклада не допустить и додавить против просто додавить ну вот есть информация поводу шаду шамана от салинта на про сцене играл дважды и не выиграл но были какие-то видимо пущие стратегия в составе empire я сейчас даже не вспомнил пересмотрел кучи вот в пабе 14 игр играл салин на герои и винрейт 50 процентов как-то так аганима степень уже появляется ну что рошан заходит и снова оцениваем насколько же рошану все равно теперь на ликвид файр различные он просто идет и бьет сан страйк не фидают vision говорит своей команде что противник находится там но идти туда сродь наверное суицидом все же опасно в иной раз ребята за помогут подстан трикси в четвером не попасть не встрять большой барашек о инвокер купил красава красава новый артефакт айзер лэнс давайте читаем значит что он там как собирается через энерджопостер колечко клоак дает резис на 15 процентов магии 8 генерации здоровья ну вообще по идее это должно сочетаться этот вот артефакт с pipe и довольно серьезный резис магическому урону получается по итогу но это не аурный артефакт дает только тому кто его покупает посмотрим насколько это поможет все штаны ситуация пока бы наверное был бы предпочтительнее собирает вот чекернаут ну бюджетный очень айтем поэтому когда вас не хватает на пока бы можно купить такое просто против кастеров пока что ну что смог на смог будет здесь драка сейчас будет экшен буги заходят под бкб от него все просто убегают фнг и выйдет станд рикси просто ходит на форстафе ставится том стон валик здесь облэншем засыпал торнадо но и пытается теперь уже нести свои ноги старки то что потом бы драться невозможно лил ворвался тоже не цепил противника но зараз здесь юл им подцепил на эмпи есть там пи сразу поднимают юл здесь товарища кентавра пошел сомнислэш и джиггернаут очень серьезно пробил сайлента сайлент пинутся кого же плейки стоит из блузары вот так вот ставится варгишки тут же их сразу сносит буги но всяком случае старается барак уже сняли и пошел ультимейт от лила как же больно саленцы уйти невозможно смеша заезжает на 3x и 3x и падает нет возможности спасти если умирает он джиггернаут тоже в тавернички на утренит возможности байбэкнуться просто не хватает голды что купил себе бкб 3x ворвался прямо на стан ворвался дикей снова пошли очередные торнадо кентавр пошел фобоса можно слить но соло рип отлично от антайнга покажи фобос нет и снюков его затоптали ну и дальше алекс продолжает свое движение зара был под слейпом сам юл станку это не точно дает ставится черепной том стоун не жили будут развороте драться дома пытаются спасти дать рассказ лагу до блэд неплохая приходится прямо в нэмпе нэмпе падает стан афли на очередной хороший тени падает пытается унести свои ноги трикси на форстафе трикси и ул на нем виситурно в шарелс трикси трикси пайп сейчас появится дает стан и погибает от дикей андайнга это минус 4 на развороте от пп потеряли разве что только джакиро даже не потерян был аегис мы до этого умирал сами да но все равно конечно очень тяжело старком может быть на данном этапе лучше бы ограничиться было потеря одного барака не идти дальше но они хотели убить всех в итоге пострадали в итоге таверни сидят куют на воп эти временем добивают второй барак на миде и конечно же будут перетягиваться вниз потому что надо эту игру заканчивать свою пользу а сами тоже на форстафах на блинках передвигается боится гарден гривсы нам деньги почти гонимистер спирита готов уже ультимейт зара заходит вообще ничего не боится у буги есть он не слышь но прекрасно понимаешь что вам не слышь скорее всего зародись не убьет он что элементарно есть и улбов стон пытается ухармить цивилина ставится борды роботит аегис буквально через две минуты андаинг здесь ставит том стон дикей пошли и буги надо за бкб снасти том бы это получилось торнадо сцепил элину и андаинга и мф не коснулась этих двух героев они просто вышли из ауе буги кончается бкб вот теперь что делать фнг прижимает форму стан по двоим от лила дальше залетает сам валик софинс грипп как-то пытается держать а лила но не работает так юзайц гарден грифс конечно потерял за раегис ничего страшного воскреснет вешается макро пират рикси тоже здесь буги вертится крутится пытается хоть кого-то убить повесим на него лакритит а без пока бы драться он не может итоге тени делает байбэк бесконечное количество байбэков от старков как можно уже так залетает подвоим стан получать текс эзер шоке silent ловит буги слагу на блейд просто разорвать джекер наута без байбэка он валик сдал трака салента сален пережил лоха пешный фобус но тоже стоит в стороне поэтому не добить не и пытается констейпа пробить фнг и фнг снова жив ну просто не убиваемые не хватает берста у старков чтобы кого-то убить старк трикси врывается на фнг снова стан и торнадо и гарден грифс очередные гарден грифс юл на дэнк пред погиб на импи держит пока шеклзах рассказ от рикси салента пытается сбить его шеклз получилось то сделать в алекс правда тем временем погиб пытается окей цу как то сделать рикси по троим стан очередной емп-шка вешается неплохо убили салента пытается унести свои ноги лил улетает на балдере но пока под слипом дальше продолжает движение за фобосом не смог нигде нут найтмэр здесь у нас окей цу не хватило рндж но таки таки приговорили орспирита но это все конечно здорово однако не совсем важно потому что трон кинбокер там где-то просто погиб от нейтралов трон осталось всего лишь 308 хп нужно было сделать пп немножко потянуть время да ну и дождемся когда вп таки это кончат начатое снизу еще стоит один парак поэтому мег крипов нет но преимущество там заоблачное конечно ну что вот такая вот она у нас получилась дота первая профессиональная карта на новом патче 686 обязательно войдет в историю и все будут помнить как virtus pro взяли просто наглый пуш и запушили пинов вот такие вот истории дорогие друзья ну собственно конечно мы ожидаем новых других крутых стратегиев каких-то героев которых мы с вами раньше в своем моте не видели в частности вот спирит уже был уже мы увидели что лил на нем задрот уже этот распелит заслуживает бан при игре против team virtus pro я думаю это уже однозначно дождемся когда появится оракл в играх не дай бог конечно ни в пабликах ни в своем моде дождемся когда появится террорблейд на него все равно вот все это будет в следующих матчах матчах уже начиная с в ца и так залетает все время на последний замес тут не очень удачный хекс получился в результате в алекс выживает нет в алекс не выживает как раз таки в алекс есть проблемы трюкс излетел опять же по твоим стану емп то обешивается на и фидал плац рассказ неплохо и вот добить как надо мне слэш уходит в наук обыс в обыс пытается пережить он умирает он правда погиб там в алекс трюкс зажали варды варды да и вот обили в итоге боги просел бкб закончилась байдфьюри юзает его с руки про запиливает зара там три стака у него его пассивки конечно бьет довольно жестко сайлен цепляет шекл с окей цуа байбека джекер науто второй уже в этой игре и вот с ультимейт или встречает окей цуа будет убивать зара ракон слэйвом наказывает бэйна и гуд гейм был плейд 2-0 вот так вот заканчивается серия в рамках этого матча стартовавшие на 6.85 заканчивающий наш на версии 6.86 ребята из virtus pro брэнг хемдела проходит дальше будут играть они в полуфинале венеров буду ждать своего противника из встречи тим спирит и тим альтернат атакс вот но старки старки будут спускаться сетку лозеров там же где хэллэйзерс там команда стик гейминг и получать своего оппонента ну что друзья ну я на надеюсь вам это то что вот сейчас происходило и можно вернуть одним словом назвать 686 надеюсь этот 686 вам понравился будем смотреть этим патчи будем вникать будем познавать вместе протяжении многих недель и не забывайте забывайте что большинство профессиональных матчей конечно встречается руха бом подписывается на соцсети лайкайте там эти вот наши каналы а зубами будет проходить весь мтл отвич наш канал ну и титурочка контакта конечно же все анонс также будут ну и сразу вам еще раз напомню что в ца в ца у нас будет стартовать так в 5 30 сет а очень много времени в общем через 6 часов так что имейте ввиду что раньше встаем и смотрим дотку плакет расклад для вас сегодня работали адекватные мау строму вот и смотрите что канале как обычно пока пока до новых встреч а